Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. В одних онях зачат Елисофет жена Захарина и таяшися месяц пять глаголющие, як атака мне сотвори Господь во дни, вня же презре от яти поношения мое в человецах. В месяц же шестый послан бысть ангел Гавриил от Бога в оград Галилейский, Ему же имя Назарет, к Деве обручений мужеви, Ему же имя Иосиф от дому Давидова, и имя Деве Мариям. И вшед к ней ангел рече, Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты в женах. Она же, видевши, смутиси, ословеси Его, и помышляши, каково будет целование сие. И рече ангел ей, не бойся, Мариям, обрети бы благодать от Бога, и се зачнеши во чреве, и родиши сына, и наречеши имя Ему Иисус. Сей будет велий, и Сын Вышнего наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида Отца Его, и воцарится в дому Иаковле вовеки, и царство Его не будет конца. И рече же Мариям ко ангелу, кака будет сие, и де же мужа не знаю. И, отвечав ангел рече ей, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемая свята наречется Сын Божий, и сей Елисавет южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц шесты есть ей, наречаемый не плоды. Яко не изнеможет от Бога всяк глагол. Рече же Мариям, сей раба Господня, буди мне по глаголу Твоему, и отыди от нея ангел. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, 7 апреля. Это означает, что в этот день Церковь совершает празднование, благовещение Пресвятой Владычице нашей Богородицы. И в этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 1 глава, с 24 по 38 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. После сих дней зачала Елисавет, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Иисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сера Ба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел». Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздничный день Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы для нашего внимания предлагает Церковь. Это то повествование, которое рассказывает нам Евангелист Лука, причем рассказывает очень мудро обо всем этом событии. Он говорит об этом так, не боясь того, что рассказывает особенную тайну, которая непостижима и никогда не станет постижимой человеческому уму. Он передает это повествование и диалог Архангела Гавриила и Пресвятой Девы Марии с особой чистотой и искренностью. Вот этим и отличается своей исключительностью, своей мудростью Евангелие от Луки, впрочем, как и все прочие евангельские повествования. Но вот именно Евангелист Лука особенным образом передает вот то, что совершается в эти дни, то праздник, то событие, которое мы именуем главизной нашего спасения. Это событие Благовещения Пресвятой Владычицы Богородицы. Это повествование довольно-таки просто. Здесь рассказывается о том, что Архангел говорил, был послан от Бога, чтобы возвестить Пресвятой Деве Марии о том, что она должна будет родить сына, которого зачнет от Святого Духа. И этот младенец наречется сыном Божиим, которому Господь и Бог даст силу и престол Давида царя, будет царствовать над домом Иакова, и царства его не будет конца. Конечно, все мы хорошо знаем, изучая Священное Писание, что все иудеи ожидали пришествия в мир Мессии и молились об этом. И вот это событие совершается здесь. Многие толкователи Писания задавались и задаются вопросом, почему же именно в это время Бог благоволил прийти на землю, дабы совершить то дело, которое было необходимо. И всякий толкователь Священного Писания, хорошо изучающий текст, хорошо понимающий смысл того, ради чего приходит в мир Господь, очень четко отвечает на этот вопрос. Ибо в мире, начиная от его сотворения и заканчивая нашим днем, мир приходил дважды к своему тупику. И вот однажды из этого тупика Бог выводит мир и человечество, погрязшее во грехе, погрязшее в пороке и нечистоте. Из этого тупика однажды Бог выводит мир путем силы, то есть смывая всякий грех и нечистоту водами Великого потопа. Но вот случается то, что человечество вновь приходит в тупиковое состояние. Об этом свидетельствуют историки, философы, об этом свидетельствуют всякий изучающий тот время и тот период жизни человечества. И вот мы видим, насколько, когда читаем в дальнейшем евангельское повествование, насколько глубоко грех проникается в человека, насколько глубоко проникается непонимание того, чего хочет Бог от человека, и то, ради чего человек был сотворен и существует. И вот из этого тупика греха приходит в мир Господь, чтобы избавить человека, чтобы вновь направить его на путь истины, дать миру цель и смысл жизни, наполнить жизнь смыслом, наполнить жизнь той любовью, которую являет сам Господь. В мир приходит Господь и не так скоро, как бы может быть хотелось, человеку, рай, чтобы это случилось все быстрее, еще и потому, что не был подготовлен, как пишут святые отцы, тот сосуд, который бы мог вместить предвечного Бога. В Боговоплощении есть тайна, о которой пишет уже и апостол Павел. В послании к Тимофею он говорит, что это велие благочестия тайна, Бог явися воплоти. Человеческому разуму не в силах понять, как случается это, но мы видим и верим в то, что Господь, пришедший в мир, был истинным Богом, истинным человеком, который пришел ради спасения каждого из нас. И вот главиза нашего спасения мы именуем именно этот праздник Благовещения, потому что здесь миру возвещается радостная весть о спасении. Собственно, слово Евангелие и переводится как благовестие, благая весть. Евангелие для нас открывает эту благую весть о том, что в мир пришел Бог, о том, что Бог не забыл человека, Бог находится рядом и близко с нами. И вот, конечно, здесь всякий раз мы должны обратить наше внимание на то, каким образом встречает Пресвятая Богородица, Пресвятая Дева Мария, Архангела Гавриила. Она вначале смущается тому, что не знает мужа, и действительно это было так, ибо она по Рождестве, во время Рождества и после Рождества мы исповедуем ее Преснодевой, но Архангел объясняет ней, что Дух Святой найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. И вот дальше в 38 стихе становится ясно, почему именно Пресвятая Богородица, Пресвятая Дева Мария становится и стала этим сосудом, который вместил в себя Пресвятого Бога. Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Вот та высота послушания Божия, та высота смирения и чистоты, которую являет мир Пресвятая Богородица. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день мы слышим евангельское повествование о Благовещении. Это светлый, теплый праздник весны, Пасхи, который предшествует вот в эти дни, которые мы проживаем, дни Великого Поста. Это и есть главиза нашего спасения. Будем помнить об этом, будет пусть и для нас пример Пресвятой Богородицы, примером и тем, которым мы будем идти и в нашей жизни. Всех я вас поздравляю с праздником. Сегодня мы читали Евангелие от Луки, первую главу с 24 по 38 стих. Я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова